Пожалуйста, не оставляйте следов. С таким призывом обращаются гиды-экологи к путешественникам, местным и приезжим в новом агитационном материале. Устав от бескультурья и безобразия на природных территориях, объединив усилия, неравнодушные граждане создали памятку с рекомендациями для путешественников в виде плаката. Идея таких правил не нова. Концепция Leave No Trace начала формироваться в США в 70-е годы прошлого века и уже к 90-м оформилась свод из семи основных правил, которые помогают получить максимум удовольствия от природных путешествий и сохранить природу при этом. Мы адаптировали эти правила для Камчатки, представили их туристическому сообществу и заручились поддержкой правительства Камчатского края. Общественные организации экологии Камчатки разработаны простые и понятные правила ответственного поведения на природе при осуществлении туристической деятельности. Данное правило позволит максимально сократить тот негативный эффект, который возникает при осуществлении туристической деятельности на наших уникальных территориях. Правительство Камчатского края, органы государственной власти Камчатского края, органы местного самоуправления решили поддержать экологические правила путешественника для того, чтобы сберечь Камчатскую природу, для того, чтобы не нести урон и сохранить ее для последующих поколений. Данные рекомендации для путешествий по Камчатке будут размещены на нескольких направлениях туристических. Одно из направлений это Мутновские горелые вулканы, будет установлен стенд на турстопе горно-спортивной базы Снежная долина. И второе направление это Кавачинскому перевалу у начала туристического маршрута на Сухой речке. Также данные рекомендации будут размещены в виде стенда в поселке Сокач в кафе Пирожковый рай. И на столах будут размещены таблички с данными рекомендациями. Друзья, сейчас наступает пора отпусков, путешествий, пора туризма. И хотелось бы вас попросить соблюдать некоторые правила поведения на природе. Для чего это нужно? Для того, чтобы наши объекты природные сохраняли свою привлекательность, эстетичность и сохранялись на долгие-долгие годы, на долгие поколения. И есть очень простые правила, как это сделать. На протяжении четырех лет Петропавловский филиал Академии Госслужбы и Народного хозяйства готовит экскурсоводов, гидов, переводчиков и инструкторов-проводников. И очень важное место в этой подготовке занимает культура путешествий, умение понимать природу, любить и оберегать ее. Это одно из важнейших дел, особенно когда мы говорим о таком уникальном крае, как Камчатка. Любой живущий в этой жемчужине, как назвал ее наш президент, должен беречь свою природу и соблюдать простые правила, о которых рассказывают плакаты, о чем можно ненавязчиво говорить своим детям, близким, чтобы наша природа оставалась такой же прекрасной, удивляющей и привлекающей к себе. А много для этого не нужно. Нужно только любить и беречь свою землю. Меня зовут Дарья Кожемяка. Я художник. Когда мне предложили поучаствовать в этом проекте, я с удовольствием согласилась. Почему? Потому что каждый из нас мечтает увидеть Камчатку дикой и нетронутой. И когда эта мечта сбывается, мы должны дать возможность другим людям также увидеть ее такой же дикой, нетронутой, прекрасной. Мы надеемся, что распространение на Камчатке правил экологичных путешествий поможет сохранить природу, развить по-настоящему устойчивый туризм на Камчатском крае. Соблюдение простых правил каждым путешественникам, пешком или на машине, самостоятельным, или в организационной группе, местным или приезжим, способность дать на Камчатке шанс не повторять судьбу Байкала и сохранить свою природную уникальность на годы вперед. Только перенимая прогрессивный мировой опыт, Камчатка сама может стать примером для других регионов и всего мира.